Моя мама сломалась. Анастасия Гундер. Робот-шуруп построил себе огромный трехколесный велосипед. Огромный, потому что сам шуруп был ростом человеческого папы и мамы, если их поставить друг на друга. После велосипеда робот сделал тележку, тоже, конечно, огромную. В тележку он положил любимый чемодан, с которым никогда не расставался. Размером чемодан был с холодильника. В нем хранились инструменты, молотки, гвозди. Посадьте же ключи разной величины и другие полезные штуки, о которых знает только умный папа. Когда все было готово, робот сел на велосипед и отправился в путешествие. Он побывал во многих странах и уже почти доехал до моря, как вдруг по дороге ему встретился небольшой городок. Городок был симпатичный, с цветущими садами и парками, с велистыми улочками и маленькими уютными домиками, крышей которых оказались всех цветов радуги. Одно только не давало роботу покоя, почему возле каждого дома стояли сломанные стиральные машины, пылесосы и холодильники. Целый день Шуруп искал в городе мастерскую, но так и не нашел ее. Тогда робот решил ненадолго остаться. Он поселился в заброшенном сарае, отремонтировал его, покрасил желтый цвет стены и повесил на двери табличку. Чиню все. Шуруп мог отремонтировать что угодно. Не зря его называли мастером на все руки. Рук у него было шесть. Две огромные и сильные клешни снизу, посередине обычные, похожие на человеческие руки, а сверху маленькие, с тоненькими пальцами. С этого дня и каждое следующее утро к роботу выстраивалась целая очередь. Старушки с перегоревшими чайниками, ученые со спутниками, тарелками, женщины с фенами и мужчины со стиральными машинами. И все они держали в руках ребенка. А некоторые сразу двух. Каждый из детей приносил роботу сломанные игрушки. Машинки, паровозы, вертолеты, куклы. Шуруп помогал всем, потому что любил свою работу. Он сидел в мастерской и ремонтировал весь день и всю ночь. Ведь роботы никогда не спят. На рассвете Шуруп садился на трехколесный велосипед, прицепив к нему доверху загруженную тележку и развозил людям отремонтированные вещи. И так повторялось со дня в день, пока однажды Шуруп не встретил Жанна. Жанну было шесть лет. Он тоже стоял в очереди. Робот сразу заметил, что мальчик без взрослых и что в руках у него ничего нет. Я Жан, представился мальчик. А тебя как зовут? Меня? Удился робот. Шуруп? А что у тебя сломалось, Жан? Я не взял это с собой. Ты не могла прийти ко мне? Я живу в доме с оранжевой крышей. Жан с надеждой посмотрел на робота. Это очень важно! Шепотом добавил мальчик. После обеда, отложив все сломанные вещи в сторону, Шуруп вышел из мастерской и отправился в гости. Первый раз в жизни. На всякий случай он купил в магазине коробку шоколадного печенья. В конце главной улицы стоял дом с оранжевой крышей. Робот постучал. Заходи, я давно тебя жду. Раздался звереколый Жан. Согнувшись, шурупоком протиснулся в дверь. Едва он перешагнул порог, как тут же задел какую-то полку. Внизу посыпались зонты, но робот их поймал. Все пять. Одна рука у него все же осталась свободной. Каждый раз, чтобы Жан мог ее пожать. Как делают все люди при встрече? За стенкой послышался детский плач. Только тихо, предуприл мальчик. Мама укладывает Нину и Нику спать. И пока робот убирал зонты обратно, полку Жан рассказывал ему о сестрезных близняшках. Нина и Ника совсем олявки. Даже ходить еще не умеют. Мальчику садил шурупа на диван. На диване было удобно. Но что делать с коробкой печенья, робот не знал. Он перекладывал из одной руки в другую и рассматривал комнату. Все в ней было в порядке. Ни одной сломанной вещи. Ты позвал меня, чтобы я что-то починил? Спросил ты шуруп. Жан кивнул. Он словно хотел что-то сказать, но передумал. Уселся на пол и начал развязывать воздушный шар. Уилл не поддавался. Жан весь покраснел. Вдруг шар заметался по комнате, превратился в цветную тряпочку. Он опустился на колени к роботу. Пожалуйста, почини мою маму, сказал Жан. Коробка печенья грохнулась на пол. У твоей мамы что-то сломалось? Спросил шуруп. Может быть, стиральная машина? С ним такое бывает? Нет, покачал головой Жан. Машина работает. Может, сломался утюг? Мама часто их перегревает. Утюг в порядке, а вот мама нет. Разве мама может сломаться? Не поверил робот. Может. Тихо ответил Жан. Мальчик сел на диван, только он смог бы поместиться рядом огромным роботом. Понимаешь, шуруп, раньше она вся светилась, а потом раз, и лампочку у мамы перегорела. И она погасла. Вроде бы все та же, но не та. Ну, я знаю, что находится внутри у часов, и что внутри у пылесоса. А вот как устроены мамы, я не знаю. Только людям это известно. А я машина. Моргая глазами лампочками, ответил робот. Жан вздохнул. Он и сам знал, что шуруп машина. Папа считает, что я все выдумал. Даже бабушка мне не верит. Мне некого больше попросить. Кнопщик главы робота сказал мальчик. По груди в шуруп что-то щелкнуло. Наверное, пружинка соскочила. Подумал, робот. Он погладил мальчика по голове и сказал. Хорошо, я посмотрю твою маму. Жан обнял шурупа. Она должна скоро освободиться. Хочешь, поиграем? Мальчик поднялся в коробку с конструктором. Робот построил ракету. А Жан сделал робота точь-точь, как шуруп, только крошечного и цветного. Когда плач в средней комнате прекратился, в комнату вошла мама с лейкой в руках. Да она хотела полить цветы, рассеянная, сказала она сама себе. Шуруп, я жля, поздоровался. Он никак не мог подобрать свои длинные ноги, которые растянулись на половину комнаты. Ты привел друга, спросила мама. Она даже не удивилась, что это робот. Да, это шуруп представил робота Жан. Шуруп внимательно смотрел на маму, но ничего особенного в ней не видел. Мама как мама с лейкой в руках. Она перешегнула через ноги робота, помыла цветы на подоконнике и аккуратно оторвала желтые листья. Потом присела на стул и заснула. Мам, позвал тебя Жан, посмотри, какую ракету построил шуруп, как настоящая. Мама подскочила, посмотрела на Жан, потом на ракету, а потом вдруг вспомнила про ужин. Перепрыгивая через ноги шурупа, она убежала на кухню. Видела, спросила Жан, что? Ну, как она посмотрела на ракету? Как? Ну, посмотрела для вида, не по-настоящему. И похвалить забыла. Говорю же, с ней что-то не так. Я ничего не заметила, признался робот. С техникой все намного проще, чем с мамами. Это точно, согласился Жан. Не дожидаясь ужина, шуруп ушел. Он совсем забыл вручить Жану коробку печенья. Так и унес ее с собой. В мастерскую робот снова уселся за работу. На очереди был экрический чайник. Шуруп осмотрела его. Чайник недовольно засучал крышкой. В конце концов выскочил из рук. Крышка вдруг потом укатилась под шкаф. Работа не шла. Коробка печенья лежала на столе. Ей мешал сосредоточиться. Шуруп спрятал ее в ящик. Продолжил чинить чайник. Когда все было готово, он ставил вилку в розетку. Из чайника повалил черный дым. Значит, дело не в печенье. Не получается работа. Пока не помогу Жану починить маму, понял робот. Шуруп задумался. Что же он знает о мамах?